Сегодня малышей сложно чем-то удивить. Маша и Медведь, инопланетные герои, фиксики и малышарики. Пожалуй, даже годовалые малыши знают этих персонажей. Потому появление Деда Мороза и Снегурочки на сцене должно быть интерпретировано на современный лад, считает руководитель Народного театра студии Раёк Надежда Лисневская. Детский новогодний спектакль «Голубая стрела» под наименной книги Джани Радари, который в эти дни проходит на сцене Центра молодежного творчества «Ее детище». Надежда вспоминает, как долго подбирала актёров на роли. Пробы начались ещё в октябре. Всего задействовано два состава, а это более 120 человек в возрасте от 9 до 21 года. Работа была проделана колоссальная. Два месяца репетиций, сценарные правки. Но это того стоило, уверен руководитель. Были разные сценарии, они репетировали все очень плотно. И у кого-то не получалось, кто-то не подходил по возрасту, кто-то ещё слабенькие только пришли. Ну, это очень тяжёлая работа. Кто-то уже во время репетиции просто не справлялись, и уже не приходилось отказывать, потому что это очень сложная работа. И выдержать много спектаклей. У нас 19 спектаклей, каждый день по два проходят. То есть они здесь вот живут, можно сказать, за кулисами на сцене. Тяжелее всех приходится самым маленьким актёрам. Брещанин Игорь Тямчик не первый год грезил о театральной сцене. Пробы на роль робота прошёл с первого раза, несмотря на 9-летний возраст. Сам процесс репетиции ему очень понравился, а улыбки благодарных зрителей и бурные овации нацелили Игоря не останавливаться, а дальше пробовать себя в различных ролях. Как ты готовился к этому представлению? Долго ли учил роль? Даже не очень, можно сказать, месяц. А это тебе мешало в учёбе основной? Нет. Мы должны играть хорошо, чтобы всем понравилось, все захотели ещё приходить на нас посмотреть. От самоотдачи каждого актёра зависит восприятие спектакля, уверена Надежда Лесневская. А угодить маленькому зрителю дорогого стоит. Я зашла сюда, говорю, я хочу играть. Но меня сразу как-то на фею поставили, репетиции. Мы репетировали очень усиленно и очень долго, поэтому вот такой у нас хороший результат. Погодняя ночь. Потягивая небольшими глотками горячий чай. Я не очень люблю корпоративы, а вот когда где-то выходит к публике, и зрители начинают, вот прям видно, как у них расплывается улыбка на лице, как они реагируют на это всё. И это, конечно, шикарно. А хотят прикоснуться за Деда Мороза? И хотят, конечно, но Дедушка Мороз, он сам всегда подойдёт, потрогает ребёнка. Ну как же без этого?